Спасибо, Павел Юрьевич. Спасибо, Павел Юрьевич. Чуть-чуть потише, громко сделайте, чуть-чуть. Еще потише, да, минуточку, минуточку, микрофон. Да, вот так, наверное, хорошо будет. Микрофон. Одна дама высказала, подержи, путаешь. Ну, такое бывает, конечно же, когда одну мысль выскакивает, в это время на пороге стоит уже новая мысль, и в результате начало с одной мысли, конец с другой. Такое бывает, ради Бога. Это у каждого в речи такие ошибки возможны, за исключением, может быть, Аристотеля и некоторых рядов других. Ну, кроме того, у меня такой, ну, сказать, выработался порядок работы, что если у вас появляются какие-то вопросы, пишите их сразу же. Сразу же пишите в общий чат, не вообще где-то, а прямо в общий чат, я по возможности отвечу сразу же. Так, Ольга Владимировна, звук будет? Звук есть. Пожалуйста, напишите, звука нет. Раз, 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 два, три, как слышно меня? Есть звук, так, есть звук. Ну, значит, что-то такое, а может быть, у вас кнопочка не нажата? Вот, посмотрите, сколько плюсиков. Ну, значит, попробуйте, в крайнем случае перезагрузитесь или сделайте как-то, ну, найдите возможность. Там я поправить у вас в компьютере не могу. В общем, если есть вопросы по ходу, задавайте их сразу же. Я постараюсь на них ответить сразу же. Если не получится, то отвечу в конце обязательно. Ну, мне так удобнее, мне нравится более такой живой разговор, а не некая такая лекция. Итак, что нас сегодня ждет? Светлана Геннадьевна, ну, не знаю, как-то попытайтесь перезагрузиться, например, либо у вас просто отключена кнопочка какая-то. Статичная картинка тогда точно зависла. Все, и перезагружайтесь просто. Перезагрузитесь. Итак, что сегодня нас ждет в программе? Ну, во-первых, я попытаюсь рассказать, ну, общую картину, о чем идет речь, и это значительное время займет, но тем не менее, для того, чтобы было понятно и ясно. Я, у меня сегодня такой вебинар, он, скажете, как такой, как бы пропагандистский, что ли, в первую очередь. Далее я буду рассказывать вообще о проектной деятельности и реализации проектов, ну, с точки зрения, опять же, что самое важное. Остановлюсь достаточно подробно на свод анализе, как средства реализации проекта, о методических особенностях, ну, и, конечно же, будет реклама, в том числе и того курса, который предстоит у нас. Еще один организационный вопрос, я забыл. Значит, выложены сейчас в раздаточных материалах, кто не знает, рядом со смайликами есть папочка, если вы ее кликните, вы там можете скачать сейчас презентацию и программу будущего курса. Программу будущего курса. Кроме того, вас ждет в конце бонус. Я обещал, и это сделаю обязательно. Поближе к концу я выложу в открытый доступ статью, которая в ноябрьском номере напечатана и по поводу ошибок при проведении свод анализа. В ноябрьском номере журнала управления, как это, в общем, забыл, ММК. Управление менеджментом качества, вот как, ММК. Ну и теперь, к вам вопрос, пожалуйста, проявите некую такую активность, загляните в прошлое нашей России, как в прошлом, как и в настоящем, какие беды характерны для нас. Вот интересно, да, конечно же, вспоминайте классика, вспоминайте некие обобщения, говорить о том, что у нас есть откаты-перекаты или что-то еще другое, наверное, это беда бесспорно. Ну вот такая фундаментальные беды, которые характерны для России. О, Эдуард Викторович, дураки и дороги, не буду ждать больше. Правильно, именно так, именно так. О дураках и дорогах есть в России, есть две беды, дураки и дороги. Якобы это сказал Гоголь. Гоголь очень много писал о дураках, очень много писал о состоянии дорог в России, конечно же. Но вот именно такой фразы, что в России есть две беды, дураки и дороги, у него не было. Принятие так. Ну, это не важно. Радищев, Карамзин, Гоголь, кто-то еще другой, Задорнова использовал на эту тему, у него очень много есть реприс по этому поводу. Это все хорошо, но это далеко не все. Это те недостатки, которые мы имеем. А теперь второй вопрос. Какой извечный вопрос в России? Опять же, вспомним классиков. Что самое главное? Что делать, что делать, что делать? Кто виноват и что делать? Кто виноват, мы уже добавили, но Чернышевский писал о том, что делать. Вот именно о том, что делать, не в части дураковой дороги, а в части вообще дураков и людей неумных, и в части любого дела, не только дороги. Мы будем говорить как раз сегодня о том, что делать. Еще общие вопросы. Посмотрите, пожалуйста. Инвесторы, бизнес-инкубаторы, стартап-мероприятия, авторы действия. Из них 90% умирает сразу. Девять потом. В следующие пять лет умирает 95% выживших в первый год. Почему? Почему это? В ледстве причина только одна. Плохое представление ситуации, которая сложилась на рынке, на данном рынке. Я дальше покажу, а сейчас коротенькие такой репризы из моей молодости. Я уже кандидат наук, я уже работаю на предприятии, на достаточно крупном, поработал директором научно-исследовательского института, теперь работаю на предприятии. И мне пришлось работать с одной итальянской компанией под названием Next, так она называлась, которая собиралась продать нам технологии производства магнитных лент. Ну и он достал, тогда еще в ходу были, помните, наверное, маленькие такие диски для сохранения информации. И он был вот в такой пакетике упакованном, аккуратненький. Я взял этот пакетик, посмотрел на него, ничего тут дурного нет. Нет, а давай-ка мы такое сделаем. Попросил своих ребят, они сделали деревянную форму, у нас был вакуумный формовочный аппарат. Мы практически такую же сделали, но не знаю, за пару дней. За пару дней они сделали пресс-форму, мы отработали технологии, получали из Лавсана вот такую вот картинку. Когда я с ним разговаривал, почему у нас, дайте нам такой автомат, мы будем делать. Он кривился и так, и сяк этот специалист из компании Next, ему неудобно было передо мной, что я вот такой умный, а простых вещей не понимаю. Я только потом сообразил, чтобы эта продукция была рентабельной и работала, для этого надо ее выпускать не миллионами, а миллиардами штук. Только тогда она будет рентабельна. Вот одна из причин плохое понимание рынка. По этому поводу, еще в 98 году я как-то попал на семинар, который проводил у нас Bain & Company, а в тот период мы призывали сюда к нам многих иностранцев, и Портер приезжал, насколько я знаю, правда я на него не пошел дорого очень. На этом семинаре я был, поскольку мне организация оплатила. И вот один из слайд, который они показывали, я привожу сейчас. Сейчас единственное изменение такое, что я его для того, чтобы поместился на слайде, изменил конфигурацию его. Вот они говорят о следующем. Западная практика, вот она, зелененькая. Как проводит, идет постановка продукции на производство. И вот как российская практика. У нас как. Причем, видите, некоторые вещи пунктируем, то ли делается, то ли нет. У нас родилась идея, мы разрабатываем изделия, осваиваем производство и появляемся на рынке. Ба-бах! С какой стадии? Вроде бы все, казалось бы, на этой стадии все хорошо на зарождении идей. А почему? Потому что у нас не было первичной оценки, предварительное изучение рынка, предварительного технического анализа, подробного исследования рынка, предварительного бизнес-анализа. У нас не были тесты альфа, рыночные тесты, тесты бета, рыночные испытания, экспериментальное производство, окончательный бизнес-план. И потом освоение производства и появление, тогда продукция появляется. Коммерциализация идеи это длинный и сложный. Не обязательно он длинный, но он сложный путь. К сожалению, мы этому не готовы. К сожалению, мы готовим. Более того, нас постоянно подталкивают средства массовой информации, всякие Илоны, Маски и другие, так сказать, видные люди о том, что давай действуй быстрее, быстрее. Быстрее я об этом буду говорить. Это все хорошо, это все правильно. Но при этом надо не забывать о качестве. Однажды, опять же, вот будучи на производстве, в моих руках были, так сказать, ряд об неиспользуемого оборудования, малое предприятие, которое создавалось по полиэтилент-рифталату. И вот там я увидел, кто-то на какой-то день рождения подарил людям цветочки, обернутые в пленочку. Вот примерно такую. Мне эта, так сказать, мысль милипнула, я, так сказать, посадил своих девочек, закупили автоматы для сварки и такие пакетики начали делать. Бог ты мой, всем нам завидовали. Но это продолжалось несколько месяцев. Все. Мы выпускали, наладили ручное производство, но представьте себе, когда мы вручную делаем, когда это делают на автомате, на автоматы. И прекратили это делать, когда на рынке появились пакеты с печатью, различные формы, разнообразные. Конечно, покупателю это приятно. Временное вот такое преимущество получено, но не более, не более. Что делать, мы не знали. Я хотел бы вот перед началом моей особенности еще рассказать, ну, так сказать, свой подход. Подход базируется на основе высказывания Щедровицкого Петра. Не только он об этом говорил. Я могу привести не только слова Щедровицкого, а и пословицы разных стран. Например, если кошку один раз умыть, то она дальше уже никогда сама умываться не будет. Так вот, я предлагаю приобрести удочку. И потом рассказать технологию, как ей пользоваться. А жареную рыбу будете есть вы. В то же самое время на рынке сейчас существует достаточно много предложений о проведении проектов, где тренеры дают, так сказать, не удочку, а учат есть жареную рыбу. И что для этого надо делать? Причем за день, за два, за три. Ну, конечно же, можно научиться есть жареную рыбу и за 10 минут, в конце концов. А может быть и за 5, и учиться этому не надо. А вот все остальное требует обучения определенного и длительного. Без заинтересований, без работы головы обучающих гостя ничего не получится. Ничего, никогда. Я обращаю внимание, на курсы приходит множество людей, как правило. Эти люди плодотворно слушают, хлопают и что-то еще, а потом выходят, а у них в голове нуль. Просто потому, что они сами свою голову не включают. На моих курсах люди обязаны включать свою голову для того, чтобы в этой голове что-то осталось. Чтобы не зря были выброшены деньги. Ну вот, в качестве такого примера, некоторое время тому назад, год и два, я, так сказать, следил за этим, как рекомендуют организовывать стартапы. Ну вот, возьмите, тут некоторые объявления заняты, заведите в поисковую фразу в Яндекс, например, запуск проекта, вы получите кучу разной информации. Пожалуйста, заплати 10 тысяч, через 3 дня, через 40 минут у тебя будет готовый бизнес-план. Запусти. Что это такое? Это, знаете, натаскивание, которое не дает никакого результата. Я же предлагаю, методология моя, похожа на каркас елочки, я часто ее показываю. Возможен Новый год без елки? Ну, я знаю, что вы ответьте, что скорее всего нет. Ну, хотя бы сосновая веточка, но должна быть. Она должна быть разукрашена. Чаще всего на рынке предлагают приемы, методы, уникальные фишки. Я это называю елочными игрушками. Вот звезда, красиво, без звезды вроде как и нетрадиционно. Шарики, ролики, там еще что-то такое. Это все вещи, которые должны на что-то вешаться. А вешаться должны на дерево, на елку. Елка – это основа. Елку можно поставить в любое помещение и навешать на нее игрушки. Вот тогда годятся любые игрушки. Как только вам предлагают некую фишку, то эта фишка может даже и сработать в течение дня или двух. Но регулярно вы ее использовать не можете, потому что в вашем здании нет каркаса. Вот бескаркасно у нас развивается и свод-анализ. Еще до свод-анализа некоторый вопрос о важности того, чего предлагает нам, например, Project Management. Значит, о чем будет на моем курсе идти речь? О проектах. Под проектой по ним будет пониматься идея бизнеса, какой-то стартап, действующая компания, подразделение компании, проектика или проект, который вы реализуете на своем рабочем месте или в быту, существующий товар, бизнес-процесс, отдельная личность, в конце концов, и другое. Как, что, ну, к примеру, проект. Наверное, некоторые из вас подобный проект осуществовали. Назовем его условно домик в деревне. Ваши действия, чтобы реализовать этот проект, что нужно? Так, пожалуйста, активисты. Ну, что надо делать для того, чтобы у вас появился домик в деревне? Изучить предложение на рынке. Так, ну, наверное, правильно. Изучить предложение на рынке. Дальше. Есть еще версии. Купить землю. Обязательно. Александр Сергеевич, добрый день, Александр. Владимир, добрый день. Желание. Поставить цель. Кстати, желание, желание и способность его достигать, это очень важная способность. Поставить цель. Так, Саша Папа, непонятно, формируйте свои возможности. Опять, а нафига он нужен? Ну, правильно, правильно, зачем? Так вот, я немного, ну, что ли, над этим более плотно имел возможность подумать и посмотреть на литературу, и свой опыт подключил. Определить, какой дом нужен. Вот, Елена Анатольевна, самое правильное. Заработать деньги на покупку. Первое, что нужно сделать, сформировать цель, или идею, или концепцию, или проект. То есть, то, что вы хотите в конечном итоге получить. Потом, оценить свои ресурсы. Вот, и не обязательно финансовые, а еще и степень вашего желания. Не получится так, что через полгода у вас пропадет всякое желание строить этот дом. И вообще, поехать в эту деревню. Оценить внешние условия. Поставщики, поставщики, производители, материалы, проекты. Время, в конце концов, да. Оценить свое время. Что может быть. Подготовить план работы. Вот, реализовать план, сидеть, сижу, пью чай, смотрю на природу, как там осень балуется. Но, в большинстве случаев, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. У меня есть яркие примеры. Один очень хороший мой знакомый уже 10 лет строит дом. Исходная идея была такая. Построить дом, переселиться туда, жить там, а квартиру свою сдавать в наем. Доходная квартира получится. Дополнительный пассивный доход сдаю и все. Риски заложить и варианты преодоления их. Вот. Ну, порядок, в принципе, вот такой. Можно его, конечно, по-разному написать. Но, в принципе, это цель, идея, концепция, что мы хотим получить. Оценить свои ресурсы, оценить, что мы имеем во внешней среде. Подготовить план работы. Вот, собственно говоря, все. Другой вариант. Вы решили реализовать проект. Реорганизация структуры. Ну, ваши. Вы, например, не знаю, там, руководитель отдела продаж. Вы решили как-то там что-то такое перестроить. Вы, в конце концов, заведуете библиотекой. Или работаете в библиотеке. И решили там переставить стеллажи справа налево, слева направо. Или ввести какую-то, я не знаю, информационную систему или прочее. Или организовать производство курса. Ну, в общем, какая-то реорганизация структуры. В этом случае что нужно делать? Так. Изучить существующие полосы бичу не работают. Надо поменять, обосновать изменения. Анализ ситуации. Шиндяпин. Проанализировать, что хорошо, что плохо. Анализ того, что есть. Какова цель реорганизации. Понять. Правильно. Правильно. Верно. 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 И далее уже действовать дальше. Ну, а кроме того, после того, когда мы сформировали цель, идею, концепцию, проект, либо что-то, оценить свои ресурсы, оценить, как к этому вопросу относятся внешние организации. Ну, например, ваше руководство. Вы решили реорганизовать, а в этом случае руководство против. Надо его убеждать. Надеюсь, да и кроме того, ваши собственные работники, бывает, будут возмущаться. Может быть такое. Оценить, подготовить перечень мероприятий. Ну, а далее реализовать, начать жить по-новому, но в конце концов, не все, не все всегда, не все всегда получается. И не все всегда получается в то время, которое надо. Есть одно хорошее правило. Если вы планируете время исполнения проекта, то для этого считайте, сколько вам нужно для реализации проекта. Потом умножайте эту цифру на 2, а потом еще раз на 2. И вот тогда вы получите реальный срок. Потому что все предусмотреть достаточно сложно. И самое главное, ну, не ряд. Я могу привести множество примеров из собственной жизни. Вот у меня под окном дом сдают уже 3 месяца, никак не могут сдать в силу там целого ряда неразберихи. Вот этот порядок действий, он, так сказать, всеобщий. Ну, он, скажем так, в Project Management там написано немножко по-другому, но в принципе все то же самое. Цель, идея, концепция проекта, ресурсы свои, внешнее состояние, перечень мероприятий, что делать. Вот это как раз и есть что делать. Ну, я заготовил вам еще одну заготовочку про личность, например. Вы решили реализовать проект «Я герой». Ваши действия. Не буду сейчас мучить вас, наверное, нет необходимости. Скажу сразу же, что порядок тот же самый. Единственная ошибка, единственная здесь у меня получилась наоборот. Для того, чтобы картинка не пропала, я второй, третий пункт сделал вторым. Он может быть вторым или третьим, это не так важно. Важно, что цель, ресурсы, внешняя среда и на этом основании мероприятия. А что это такое? Это как раз и есть свод-анализ. Именно это и есть свод-анализ. Мы определяем некую цель, которую мы хотим достичь. Мы оцениваем свои ресурсы для достижения этой цели. Мы оцениваем, что во внешней среде нам поможет или повлияет. Далее мы сопоставляем это все. И на этом основе готовим мероприятие. Свод-анализ в чистом виде. Еще раз о планировании проекта. Есть такой проект-планинг. Это, собственно говоря, планирование проекта, некий непрерывный процесс. Есть предметная область проекта. Основные показатели, основные характеристики подхода проект-менеджмента. Структурная декомпозиция работ, то есть разбиение проекта на составные части. Это основное. Ну, например, есть структурная декомпозиция работ, которые, как правило, делают таким образом. Цель, задача 1, задача 2, задача 3, работа 1, 1, 1, 2, 1, 3, работа подработой и так далее. Ну, например, запуск кафе. Мы должны подготовить помещение, для этого сделать то-то, 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 завести оборудование, подготовить то-то, то-то, подготовить персонал, подготовить документацию, ну, в конце концов, земля и еще прочее. Тут наверняка не все написано, что нужно сделать, но, как правило, готовить вот такое дерево цели. Хорошо это? Да хорошо, конечно же. Кроме того, готовить сетевые графики, сетевой анализ, устанавливать внутренние стены, установить оконные рамы, еще там что-то такое, плотинские работы, внутреннюю опокраску и так далее. Закончить полы и вперед из песни. События. Мы описываем те события, которые есть. Это позволяет планировать наш проект. По сути дела, все хорошо. Сетевая диаграмма проекта, диаграмма Ганта, который позволяет разбить по срокам, согласовать это вперед, это сзади и так далее. А вот что из этого перечисленного является определяющим этапом? Что? Структурная декомпозиция работ, подготовка сетевого графика, диаграммы, диаграммы Ганта или к табличной форме плана и много-много другое. Что здесь главное? Цифрами покажите, чтобы долго не писать. 1, 2, 3, 4. 1. Саша Папа. Так, я вас правильно произношу? Саша Папа. Или надо Саша Папа. 1. Структурная декомпозиция работ. Есть еще мнение? Папа Саша. Так, а, все понятно. 3, 2, 1. Вот Елена Александровна и Папа Саша правильно сказали. Самое главное это что делать? Что именно надо делать? Структурная декомпозиция работ на первом месте. Вот, скажите пожалуйста, я вас убедил или есть сомневающиеся по поводу самого главного в любом проекте? Так, Елену Анатольевну убедил, Марину убедил, остальных убедил. Екатерина тоже убедил. Александр Сергеевич, добрый день, убедил. Так, Каткова или ина? Ну вот, ну хорошо, убедил, значит пошли вперед, пошли вперед. Будем считать, что у меня есть сильная сторона говорить убедительно. Это я так буду. Ну и теперь приступим непосредственно к свод анализам. Что такое свод анализ? Я думаю, что абсолютное большинство, ну не знаю, может быть если найдутся единицы, которые не знают свод анализ, то хорошо. Как правило, это все известно. Мы идентифицируем факторы сильные, слабые стороны возможности и угрозы во внешней среде, во внутренней среде силы и слабости. Проводим, ну как мы называем, привычку уже вошло, перекрестный анализ, сопоставляем между собой одно с другим и отвечаем на вопрос, что делать. Все хорошо, получаем результат, перечень мероприятий, вот это по сути дела структурная декомпозиция работ. Мы ее получаем, однако. Ну вот представьте себе, как это обычно рекомендуют. Мы сели и штормим, совместно штурмим, штурмуем какую-то идею, где-нибудь в формальной, неформальной обстановке. Ну вот пошли, говорит, поштормим, поштурмим вернее. И штурмом поднимаем, формулируем сильные, слабые стороны. При этом мы, так сказать, каждый на своем опыте пытается что-то такое сформулировать на основе знания объекта, окружающей следы. И иногда получается, как правило, эти факторы, ну, как бы оценочно существуют, они ничем не доказываются. Достоинство такого метода. А one page only. Многие так и рекомендуют. Строите свой анализ на салфетке. Быстро. Минимум подготовительной работы. Недорого. Конечно, могут появиться далеко идущие идеи. Я сам участвовал в таких штурмах и при этом приложил немало сил для того, чтобы появились далеко идущие идеи. Однако. Нет никаких гарантий, что это реально. Что существующие мы значимые факторы будут учтены. Имеет место субъективность метод мнений и выводов. Возможно его использовать? Возможно. Как экспресс-анализ, как некий эскиз, как набросок. Результаты требуют последующего уточнения. Но очень часто мы ему придаем очень большое значение. И зря. В этом случае мы пропадаем. Ну, вот, к примеру. Вот ситуация. Ну, так сказать, некая деловая ситуация. В компанию, некая компания, неважно какая, вбегает коммерческий директор, первый зам. Конкурент снизил цену. Там, уважаемый Иван Иванович, конкурент снизил цены. Это угроза. Гендиректор. Вызовите экономиста. Пришел экономист. Гендир. У нас есть резерв по рентабельности? Рентабельность 30. Сильная сторона. Готовьте новый пресс-лист со сниженными ценами на 10%. Надо еще и рекламу бы усилить. Это подсказывает этот коммерческий директор. Правильно. Распорядитесь. Так бывает иногда. И правильное решение генерального директора. Правильно ли решение генерального директора? Так. Нет. Марина Николаевна говорит нет. 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 Ну, я понимаю, девушки всегда так чувствуют подвох с моей стороны. Шиндяпин. Суета. Правильно. Шапкина. Рана. Нужен анализ. Правильно. 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 Вот вам на место этого генерального директора. Посмотрим другую ситуацию. Опять то же самое. Забежал этот первый зам. Конкурент снизил цену. Клиент уезжает. Гипс снимают. Там давай, надо что-то делать. Вызовите экономиста. Пришел экономист. У нас есть резерв по рентабельности. Есть рентабельность 30%. Гендир. Соберите заинтересованных лиц и дайте задание по проработке возможности снижения цен и выработки других мер. Первый зам. Бой сделано. Надо еще рекламу усилить. Не торопитесь. Проработайте все наши сильные и слабые стороны. Подготовьте различные варианты. Но так же лучше. Лучше. Правильно? Правильно. Так правильно. Не то, что лучше. Кто-то сказал про суету. Эдуард, да? Ну, не так важно, кто сказал. Суеты не должно быть. Почему? Так устроен человек. У нас есть объективная реальность. Я совершенно точно знаю, что вы существуете. Правда, вы там где-то далеко от меня у себя дома сидите, кофе пьете, а я тут вам ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, не все, наверное, кофе пьют, но имеют такую возможность. Вот есть компьютер, вот стол, я по нему постучать могу, потрогать. Это объективная реальность. Но эта вся объективная реальность у нас в голове превращается в нашу субъективную реальность. Все преломляется. И отсюда, отсюда человек очень часто оперирует не фактами, а своими впечатлениями о фактах. Очень часто. Одну и ту же информацию, которую увидели, получили разные люди, они интерпретируют по-своему. Есть такая, так называемая, продуктивная память, которая, получая некую входную информацию, ее всегда достраивает. Я на некоторых вебинарах и на некоторых тренингах провожу такой эксперимент, показываю, как можно играть в испорченные телефоны, что при этом получается, что человек достраивает недостающую ему для понимания ситуации информацию, а потом считает, что она верная. Вот от этого необходимо обязательно уйти. Но можно ли уйти? Я сейчас перемотаю другой, я бы по-другому сейчас уже построил. Сейчас назад перемотаю, вот здесь. Вот на этой стадии, вот на этой стадии, никакого субъективизма. Вот объект, идентификация сильных слабых сторон, здесь должен быть рациональный анализ. Обязательно рациональный анализ. А вот тут, конечно же, в процессе перекрестного анализа, вот тут мы и можем штормить. Отвечать на вопрос, что делать для того, чтобы с помощью своей сильной стороны использовать благоприятные факторы. Это именно. Вот это возможно. Это возможно и это разумно. Нужно посмотреть, в связи с чем сбросили цену, может просто понаблюдать, ничего менять не надо. Верно. А можно здесь сделать другое. Я по поводу вот этой цены, такой уже хрестоматийный пример существует. Про зарубежный рынок водка. Вот там компания выпустила водку и говорила, что она качественная. А кто-то взял и выпустил такую же и говорит, вот, наша водка не хуже. Ну и тогда компания-производитель сделала очень просто. Она ничего не меняла, кроме того, что этикетки поменяла на бутылках. И начала печатать этикетки трех видов. Это дешевле, чем у конкурента. Это такая, как у конкурента. А это лучше, выше, чем у конкурента. А все разливается с одной и той же бочки. И люди, в общем итоге, стали покупать значительно больше. А, тот снизил цену. В общем, примеров может быть много. Ну вот, что в защиту от свод, что я хотел бы сказать. Что свод предлагает анализировать ситуацию на основе заложенной в ней системе. В этом смысле он логичен. Он задает алгоритм направления мыслей. Дисциплинирует мышление. Обеспечит проведение анализа на системной основе. Это главное. Кроме того, свод анализ, вообще-то говоря, это анализ, я думаю, что через 2-3 года, в том числе и благодаря моим усилиям, свод анализ будут, ну так сказать, возродиться на новом качестве. И будет основным методом анализа в ближайшем будущем. Во-первых, он действительно, проста его логика. Она естественна, она понятна любому. Все, что вы делаете, вы идете в магазин и проводите в голове свод анализ. Вы покупаете квартиру и проводите свод анализ с использованием ваших членов семьи. А еще и банковские структуры подключаете к этому делу. Так вот, кроме всего прочего, свод анализ позволяет применять творчество, применять новые решения какие-то. Он повышает вероятность создания новых идей за счет, ну что ли, организации процесса поиска. Ну, наверное, слышали вы такие термины, как мнемотехника, это техника улучшения памяти, методы стимулирования творческого мышления. И там много их. Свод анализ относится именно к ним, к таким методам. Сейчас как раз это чрезвычайно важно. Можно ли, имея свод анализ, допустить ошибку? Можно. Но вероятность положительного решения значительно возрастает. Ну и теперь, что, собственно говоря, будет в рамках этого курса. Ну, первое и главное, с чего мы будем начинать, это объект. Объект, объекту рознь. Вот представьте себе компанию. Что внутри компании есть? Вот она. Вот граница компании. Вот посмотрите, это граница компании. Начиная от директора, включая производственные участки, финансы, продажи, управление персоналом и так далее. Но если мы в качестве объекта берем какой-то участочек, то у него изменяется внешняя среда. Изменяется внутренняя среда. Невозможно, оценивая внешнюю среду, говорить о, например, продажах. Только внешнюю среду. Потому что исполнительный директор, производство, финансы влияют на отдел продаж. Это касается не только отдела продаж. Это касается и библиотеки, и, я не знаю, там, системы дистанционного образования, в организации, если есть. И, там, обучающий центр или что-то еще. Это не имеет значения. Так или иначе, меняется внешняя среда и меняется внутреннее состояние. Вот об этом на первом этапе, когда мы с вами соберемся в рамках этого курса, мы определим, над чем вы работаете. Для того, чтобы выявить вот эти внешние границы проекта. Для того, чтобы охарактеризовать, что внутри, что внешне. Ошибок по этому поводу тьма тьмущая я о некоторых буду говорить. Вот в той статье, которую я приведен, там, весьма уважаемые авторы, в том числе и Игорь Ман, допускают, ну, так сказать, непростительные ошибки при формулировании внешних факторов. Да и внутренних тоже. Так вот, наши ресурсы. Как правило, когда я спрашиваю, в чем сила ваша, любой из вашей или вашей компании, вашего подразделения, любой найдет эти сильные стороны. Обязательно. Но это будут случайно выбранные сильные стороны. И все ли они для того, чтобы системно выбирать сильные и слабые стороны, необходимо посмотреть, какими физическими активами вы обладаете. И, кстати, если эта компания обладает физическими активами с высокой стоимостью, например, ну, не знаю, здания там с балансовой стоимостью, там, миллионы, миллионы, миллионы рублей. Это все, конечно, хорошо, но этот актив может быть, имеет высокую стоимость, высокую стоимость балансовую, а он никому не нужен. В силу того, что здание построено в 50-м году, полы проржавели, там, еще что-то такое. Ну, не важно. Тем не менее, физические активы и финансовые ресурсы всегда легко определить, они у вас есть или у вас их нет. Это материальные. Нематериальные. Репутация. Бренд. Ну, аналог репутации. Бренд. Своеобразный. Это влияет на рынок бесспорно и может быть сильной стороной, а может быть и слабой. Реализуемые технологии, патенты, авторские права, ноу-хау, торговая марка, художественные решения и так далее. Все это, все это нематериальные активы, которые трудно посчитать, но которые надо понимать, что они есть. И культура компании. Есть компания, которая, ну, скажем так, совершенно понятно, что она не конкурентоспособна в силу того, что кто влез, кто по дровам. Их еще есть один вид ресурсов. Человеческие. Я думаю, что те, кто работает в области образования, об этом знакомы. Знакомы, что такое зуны, знания, умения, навыки профессиональной области. Человек должен обладать определенным набором знаний, умений и навыков для того, чтобы выполнять определенную работу. Но кроме этого, у человеков должны быть еще так называемые soft skills. То есть мягкие навыки. Это те навыки, которые позволяют работать в команде, коммуницировать, скажем, терпимость к неопределенности. Толерантность к неопределенности. Вот это все, как правило, остается за бортом. В Калининграде есть один такой товарищ, который совладелец автотранспортной компании. Они возят из России в Европу, из Европы в Россию грузы. Не знаю, сколько машин, 10 у него есть. И выполняет заказы на доставку грузов. Чего-то. И вот он долго думал, что же у него является, ну что ли, его сильной, главной сильной стороной. И в конце концов он пришел к выводу, пришел к выводу, что главная сильная сторона, которую невозможно как бы скопировать, заключается в том, что он со своим напарником вдвоем спелись таким образом, что они, ну что ли, друг друга дополняют. И это вот содружество является самым сильным в компании. Я помню времена 90-х годов, в лихих 90-х, когда компании образовывались, быстренько росли, особенно торговые компании. А потом начали распадаться. Причина – отсутствие согласия. Отсутствие одинаковости в понимании бизнеса. Компании распадаются на 2, на 3, а потом вообще теряются. Причина – как раз вот отсутствие вот умения работать в коллективе на достижении общих целей. Но это еще не все. Обязательно помимо ресурсов надо оценить еще способности. Что такое способности, я отдельно остановлюсь. Это предмет, вообще-то говоря, стратегического менеджмента, но тут он уместен. Ресурсы, материальные, нематериальные, человеческие, если они есть, они создают основу для силы компании. Но этими ресурсами надо еще хорошо распорядиться. Известны многочисленные случаи, когда компания достигает больших высот, не имея больших ресурсов. За счет того, что они то, что имеют, грамотно эксплуатируют. И известны множество методов, когда компания разваливается с течением времени, потому что ее ресурсами, ну, не могут собственники или руководители распорядиться. Способности, ресурсы создают основу, способности организовывают. Ключевая, создают некую ключевую компетенцию у вас, по сути дела, вашу сильную сторону. Приводя ее в действие, мы получаем конкурентные преимущества и более высокую эффективность компании, проекта, либо еще что-то такое. Кстати, обратите внимание, здесь обратная связь показана. Реинвестировать, обновлять и оттачивать. Я не буду сейчас подробно и в рамках наших курсов это говорить не буду, но так получилось, что об этом у нас в бизнесе мало говорят. Вот посмотрите, вот это наши способности, вот это наши ресурсы. В ванне, некая метафора. Для того, чтобы эта ванна всегда оставлялась полной, есть отток, утечка, забывание, испарение, в конце концов, надо постоянно подпитывать эти ресурсы. Приток, инвестиции в ресурсы. Причем, этот приток совершенно разный. В человеческие ресурсы одно, в материальные, нематериальные ресурсы, в патенты, например, совсем иное. Но этот процесс, круговорот, должен быть постоянный приток. Постоянный приток. Ну, бог с ним. Мы говорим сейчас о реализации конкретного проекта. Это несколько в стороне. Но мне представляется, что это полезно, чтобы вы знали. Следующий этап. Надо оценить ресурсы объекта. Факторы относительные, относительно целей анализа. Если мы вам говорим, какие сильные, если я вам задам, какие сильные стороны вашей компании, вы способны, вы способны ответить на этот вопрос? Вот если, вот кто-нибудь может назвать сильные стороны вашей компании? Вот кто-нибудь может назвать сильная сторона вашей компании? Сильная сторона вашей компании. Задумались. Нет, почему? Так, люди. Люди на кафедре равно команда. Команда. Хорошо. Так, очень хорошо. Ну, кто-то, наверное, еще что-нибудь придумает. Скажите, пожалуйста, а верно ли это или нет? Оценить ресурсы объекта можно только по отношению к какой-то цели. Здание в центре города, профессионалы. Ну, хорошо, здание в центре города, профессионалы, это хорошо. Но для достижения, не зная, например, цели по развитию дистанционного образования, это ваша, так сказать, сильная сторона, она уходит на задний план, она не является недостатком, но она индифферентна, она нейтральна. Все ресурсы можно определить по отношению к целям анализа. Например, этот ресурс, этот, наши люди, имеющиеся у нас, они способны, они способны достичь, помогать в достижении этой цели, которую мы ставим. Или мы говорим о том, что они профессионалы, они способны для того, чтобы выполнять текущую работу. Сплоченная профессиональная команда. Это ничего не говорит, я не хочу ругать вашу команду. Наверное, сплоченная профессиональная команда, Елена Александровна, бесспорно. Но вот вопрос. Сплоченная профессиональная команда, а способна она реализовать тот проект, который вы, например, задумали? Вот вопрос. И это надо оценивать. А то, что у нас сплоченная профессиональная команда, это, конечно же, хорошо. Это вам поможет в реализации, бесспорно. Но готовы ли они к реализации тех целей или нет? Вот для этой цели есть несколько методов. Два из них я показываю. Например, фактор влияния меры. Мы пишем фактор, оцениваем, как он влияет на достижение этой цели. И пишем, планируем, как может быть, что нужно сделать для того, чтобы либо это усилить, либо принизить. И вот если мы можем вот эту вот, скажем, последовательность выдержать, фактор влияния меры, то, следовательно, мы оценили то, что нужно. Если мы не можем придумать, то это все пустое. Есть еще так называемый вриоанализ. Кстати, по поводу вриоанализа в декабре месяце выйдет статья в журнале «Бизнес интеллигент» по этому поводу. Уже она в печати. Некоторым похвастаюсь. Не без этого. Сам себя не похвалишь. Кто же меня похвалит? Внешние условия. Как правило, как только мы говорим о внешних условиях, то тут же сразу же называют. Ой, низкий уровень валового внутреннего, роста валового внутреннего продукта. Или вообще говорят падение, хотя падения давно нет, но вот низкий уровень. Говорят, инфляция. Подождите, какая инфляция? Инфляция, уровень инфляции у нас всего на уровне 4%, уже держится 2 года. Это все ненормально. Это все не то. А вот давайте детально, системно рассмотрим, что окружает объем любой проект. Вот ваш проект. Вот он, этот проект. Ресурсы и способности вы обладаете. Вокруг вас есть заинтересованные лица. Это может быть администрация, это может быть акционеры, это может быть, я не знаю, там местная администрация, там кто-то еще. Они от вас тоже что-то требуют. В конце концов, вот этих стейхолдеры надо оценить, кто для вас угроза, для вашей идеи не вообще, а для вашей идеи, для вашей цели, вашего проекта. А кто может оказаться быть полезным, кто полезен, кто вот тот фактор, используя который мы можем строить свою деятельность. Кроме того, есть еще поставщики, покупатели, конкуренты, товарозаменители, новые конкуренты. Есть еще далеко, там, где-то далеко, но тем не менее влияет на вас политика, экономика. Ну, в частности, законодательство, прежде всего, это влияет бесспорно. Так же, самая Государственная Дума примет какой-то закон и пошло-поехало у вас либо хорошо, либо плохо. Развитие технологий, экология, юридическая среда, вот это все, внешняя среда к вашему. Значит, есть, у людей разбегаются глаза, как это все охватить. Да, все очень просто. Ну, в двух словах рассказываю. Вы берете какой-то сегмент, вы берете свою цель. Ну, я покажу потом, каким образом. Свою область. Записываете поисковую строчку того же самого Яндекса и получаете длинный перечень того, чего надо вам. Выбирайте, что на вас влияет, оцениваете. Это все требует времени, но оно того стоит. Ну, оценить внешние условия. Ну, так или иначе, факторы относительно целей анализа. Это уже само собой. Мы можем оценить фактор влияния меры. Мы можем оценить внешние факторы так, как оценивают в риск менеджмента. Степень влияния, вероятность влияния. И определять, какие факторы для вас очень важны. Положительные, либо отрицательные факторы. Это все, эти все методы я вам дам. Я хочу сейчас показать, ну, что ли, один листочек. Это PDF файл. Поэтому для того, чтобы он вам был виден, кликните на увеличить. И у вас он получится в большом размере. Посмотрели? Вот в таком виде я буду раздавать все методические материалы вам. Для того, чтобы они у вас были. Для того, чтобы вы могли их пользоваться. Кроме этого, и, ну, так сказать, буду проверять, как это делается. Ой, 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 не то. Не то. Так. Вот по этому поводу. Я хочу понять. Достаточно ли я внятно пояснил мысль, что внутренние и внешние факторы, это должны быть обязательно факторы. Это должны быть обязательно факты. Это должны быть события, явления, тенденции, или же некие факторы внутренние, которые конкретны, имеют дату, имеют имя, отчество, чтобы не были слухи. Вот понятно ли, что внутренние и внешние факторы мы должны выявлять на рациональной основе. Так, Надежда Николаевна, молодец. Да. Так, а остальным нет. А, Эдуард Викторович, аж три звезды. Так, Елена Анатольевна, очень хорошо. Теперь, спасибо, спасибо, спасибо. Так, все понятно. Теперь давайте поговорим о творчестве. Мы имеем силу, мы имеем слабость вашего проекта, мы имеем угрозы из внешней среды и возможности. Мы имеем возможность сопоставлять силу с возможностями, силой с угрозой, слабость с возможностью, слабость с угрозой. Но мы можем сопоставлять еще и силу со слабостью, и возможности, и угрозой. Это так называемый перекрестный анализ. Вот я хочу вам сейчас показать. А, я его закрыл сейчас. А, сейчас я его закрыл. Это как раз вот анализ силового поля. Анализ силового поля. Вот один из методов, который может для этого использовать. Увеличьте свой масштаб. Этот метод, вообще-то, анализ силового пользования, использовался для оценки сопротивления для проведения любых изменений. Но он позволяет, в конце концов, делать не только это. Я включу сейчас вторую страничку. Ой, тут их даже больше. Она что-то у меня не переключается, вторая, третья. Вот. Мы можем здесь сопоставлять наши сильные и слабые стороны. Это инструмент, который позволяет, который позволяет, ну, как бы, ну, наглядно, как бы, программа для того, чтобы появились новые мысли. Как только мы выявили сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, это еще не все. Мы можем выяснить в процессе последующего анализа, что мы далеко не все выявили. И эту работу продолжить. Об этом мы детально посмотрим. Ну, кроме того, делают это, ну, просто. Вот один из способов для того, чтобы реализовать проект, это сопоставить сильные и слабые стороны, сильную сторону, сильную сторону с возможностью. И ответить на вопрос, что делать. Не всегда это получается. Вот тут, возможно, мозговой штурм. У меня тоже так и нет звука. Ссылка на после, можно ссылку после окончания на запись. Значит, эта ссылка, запись, в самом начале перейдите в чат. А, так если вы не слышите, Если вы не слышите, то Так, ну, я не знаю как. Запись появится. Вот, вот, спасибо, Павел Юрьевич, подсказали. Запись появится сегодня вечером. Ссылка об этом дана выше. Итак, вот этому мы будем уделять очень большое внимание. Здесь надо развить у ваших людей не только возможность логически мыслить, но и выявлять некие творческие решения. В конечном итоге все кончается на вот такого рода плана. Ну, форма. Можно такая форма, можно в диаграмме Ганта, можно сделать еще чего-то такое. Это уже дело десятое. Вот, хотел бы показать вам программу. Ну, я думаю, что вы ее все скачали. Что мы будем на этой программе смотреть? Ну, как примерно будут построены все наши занятия. Это в начале обсуждение домашних заданий, комментарии, корректировка, замечания. Далее идет небольшая лекционная часть. Основные ошибки, встречающиеся на практике. И будем начинаем выполнять примеры на неком модельном проекте. Ну, и дальше вы получаете перекрестный анализ. И к следующему занятию вы ссылаете мне свои наработки. Для желающих будет открыта еще и линия поддержки в Facebook. И специально ли группа будет создана, где мы сможем обмениваться мнениями и смотреть. Программу вы можете скачать сейчас. Вот, собственно говоря, все из того, что я хотел сегодня и имел возможность вам рассказать. Если подвести кратко итог, что с моей точки зрения, свод-анализ один из самых удобных методов планирования работы. То есть структурную декомпозицию работы, которую нужно делать, он логичен. Он позволяет, ну, так сказать, ну, очень, ну, как сказать, логика его проста и понятна. Внешние факторы нам мешают, либо помогают. Внутренние факторы у нас есть сильные и слабые стороны. От слабых надо избавляться, сильные надо развивать для того, чтобы воспользоваться какими-то внешними факторами. А далее мы начинаем планировать свою деятельность, опираясь на вот этот рациональный анализ. Вот обо всем об этом пойдет речная вебинария, о котором идет речь. Павел Юрьевич уже ссылки вам давал. Вот на всякий случай ссылка еще раз на то место, где можно, вот на этот сайт, где вы можете зарегистрироваться. Обязательно вопрос такой. Теперь, ребята, вопрос такой. Я вам сейчас скачаю, выдаю бонус в общий доступ. А сам открываю этот бонус. Открыть. Значит, сейчас заходите вот в общий вид и получаете вот эту статью. Скачивайте. Это первая статья. 10 типовых ошибок и как их избежать. Тут только 5, потому что они изложены в двух журналах. В ноябрьском методе, номере журнала 5, методы менеджмента качества, вот как называется. А остальные 5 будут в декабрьском номере. Они уже готовы, но он верстается сам анализ. Можете это скачать. Можете это скачать. Так, теперь в этой части, в этой части вопросы есть в части будущего вебинара. А, есть. Подождите, я еще не все сказал. Так, подождите. Спасибо. Потом. Скажите, пожалуйста. Сейчас, минутку. Я сейчас вопрос должен задать вам обязательно. Для кого вот этот курс? Ну, я уже говорил о том, что, конечно же, поскольку мы так или иначе будем работать с каждым индивидуально, то не принципиально кто вы. Собственник бизнеса, предприниматель, управленец, специалист среднего звена, педагог, библиотекарь, аспирант, студент с различным уровнем подготовки. Самое главное, чтобы у вас было желание реализовать свой проект. И если такое желание есть, то милости прошу ко мне. Что вы получите в процессе обучения? В процессе обучения вы детально изучите, и это я обещаю, заставлю изучить, методику проведения свод-анализа и применения на практике. Получите методические материалы по всем этапам, в полном объеме проработайте свой проект, гарантируя, что в этом случае реализация этого проекта, вероятность увеличится, ну, по крайней мере, на 50%. Получите полную консультацию, а после обучения вы будете иметь на руках программу реализации своего проекта, готовую к реализации, получите навык проведения анализа для использования других проектов, освоите методы работы с вторичными источниками информации, проведение первичных исследований, работы с экспертами, получите запись всех вебинаров для последующего использования. Вот, собственно говоря, теперь все. Вопрос к вам. Кто запишется? Поставьте плюсик. Этот курс сверх программы ДО организовывает его не Московская бизнес-школа? Возможно. Плюс. Так. Ну, а остальные думают? Так. Возможно. Ирина. Возможно. Думаю. Так. Еще. Так. Ну, хорошо. Я, конечно, поступаю, скажем, антипедагогически, заставляя вас таким вот образом отвечать на этот вопрос. Ну, мне хотелось бы, чтобы у вас появилась такая ясность. Нужен вам этот курс? Регистрируйтесь. Не нужен вам этот курс? Вы и так без него обойдетесь? По старинке, как все? Пожалуйста. Так что, все записывайте. Скидки до 26-го числа или 28-го, я не помню, на сайте написано. Еще есть просьба. Еще есть к вам просьба. Минуточку. Значит, сейчас много в конце года, с большим удовольствием. Ну, так или иначе, в декабре месяце будет 2-3 занятия, а потом мы перенесем на Новый год, конечно же, поскольку все 8 занятий провести будет невозможно. Я хочу еще вас сказать следующее. Я вам даю сейчас скачать возможность для желающих, конечно, это один у меня нету, не закачал сюда. Да бог с ним. Ладно. Значит, а, нет, я приглашаю. Значит, вот здесь вот по словам регистрация есть на сайте, у меня есть описание книжки, которую написал я. Я, так сказать, ее рекомендую настоятельно. Очень хороший, очень хороший подарок вашим коллегам, вашему боссу, вашему руководителю, да и самому себе тоже. Пожалуйста, обращайте на это внимание. По этому же поводу у меня будет зайти ко мне на сайт, там все написано. Кроме того, по этому поводу я провожу в рамках Московской бизнес-школы открытый вебинар по реализации стратегии управления интеграцией и координацией. Для Московской бизнес-школы это обязательно, для тех, кто там не учится, это, пожалуйста, вы можете приходить, можете не приходить. Ваше дело. Вот, собственно говоря, все. Вопросы. О, Владимир Фуатович, поздравляю. Поздравляю, я рад. Так, значит, если вопросов нет, тогда, ну не знаю, оценки. Так, я качественно освежился, очень хорошо. Холодный душ. Да, на сайте можно заказать. Так, пожалуйста, спасибо, принимаю в любом объеме. Ну и критические замечания тоже, если они нужны, пишите либо мне, либо на сайте есть адреса, и тут мой сайт есть где-то. Спасибо, спасибо, так, спасибо и вам большое спасибо. Как модно говорить сейчас, работаем для вас. Итак, ну что ж, хорошо, Павел Юрьевич, у вас заключительное слово будет или как? Да, конечно, будет. Давайте я выключу камеру, чтобы полностью... Спасибо.